Привет, друзья! Смотрите внимательно-внимательно на мою новую прическу и на скрипачку. Да, скрипачка, видите, у неё уже появилось движение, уже развиваются волосы, а у меня вот как раз сосыженные. Смотрите внимательно, потому что завтра придёт ко мне в 9 вечера Александр, не психиатр Александр, который помогает мне стенку сделать с картинами моими, Александр, который честный купец, который интересно выступал тогда и ещё будет выступать завтра. И он придумает, как сделать так, чтобы это картины, все пишут, целебные, потому что я туда в душу вкладываю. И он говорит, что он сможет сделать, пройдя некоторые бюрократические барьеры, чтобы развесили во всех подъездах Москвы. Ну, в таком небольшом формате. А ниже будет строчка, если ещё разрешить, Роспромподнадзор, забыл, как называется, разрешить, там будет строчка такая. Например, ключевое дыхание одноминутное. Или там моргание одноминутное, которое тут же снимает стресс. Да, но при этом я в прошлом ролике говорил о том, как найти свою чистоту. И вот я вам хочу сказать. Вот, например, я приведу несколько примеров маленьких. А вы, когда будете ложиться спать, попробуйте и как лучше заснёте. Вот, например, положите руку на край дивана или кровати, где вы лежите. Отпустите её и начнёте ей позволять выходить на уровень тремора, кисти. Тремора кисти, вот этого дрожания, когда она уже... Вы расслабляетесь, позволяя руке чистоту ту обрести, когда она идёт на автоколебаниях. Автоколебания, выходите на автоколебания, когда вы уже руку отпускаете, а она продолжает как бы сама, сама как бы продолжает вот так вот чистоту. Вот, подберите чистоту на примере этой руки, когда она выходит на автопродолжение. А в следующем ролике я вам расскажу какие-то другие приёмы, как выходить на свою чистоту, где вы сможете сразу снимать стресс. А здесь вот будете лежать, делать вот так, выйдете на автоколебания и заснёте. Потому что это переключатель доминант. Я вам покажу несколько таких переключателей доминанты, и вы сможете натренироваться, легко переключаться. И самое интересное будет, что когда вы будете использовать переключатели доминанты, ну, например, моргания, то в этот момент, поскольку это повторяемые движения, колебания, они снимают напряжение и создают условия, когда вы можете перенастроиться на любую деятельность, например, сон там, или, например, на энтузиазм в творчестве, на вдохновение, или на решение какой-то нерешаемой ранней задачи, перенастройку, перезагрузку. О, я вам такие вещи покажу, которые вообще никто в мире не знает, но вы будете знать. Ну, а Александр мне поможет, чтобы эти картины были распространены во всех подъездах. Ну, мечта такая. Ну, я думаю, что это людям будет помогать. Заходишь в свой подъезд, и видишь, картина. Да не простая, а целебная. А там ещё и строчка, что надо делать, чтобы снимать стресс. И мы поможем всем снимать стресс, и мы поможем у всех включать творческие качества и способности, и не только в плане рисования, нет, а в решение ваших вопросов, которые вы решить не можете. А теперь сможете решать. Итак, ждём Александра. Итак, попрошу Александра, чтобы он устроил здесь, в интернете, этот, как его. А картины мои дорогие. Потому что краски стоят денег, а там столько слоёв, извините, там тонна краски. А каждый тюбик тысяча рублей. И эти деньги пойдут на развитие нашей школы. Не только на мои картины. Таким образом, вы получаете сразу три в одном. Итак, участвуйте, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram и на платформу в Telegram. Помоги себе сам, как помочь себе. Короче говоря, прическа вам понравилась, скрипачка вам понравилась, велосипедист, ангел-велосипедист, несёт добрую весть. Вот там он и едет, а это колёса сансары, судьбы. И вот там, за скрипачкой, берегиня. А здесь вот, Матерь Мира. Смотрите, какая красивая картина. Со свечой, и там звёзды. Ну ладно, короче говоря, вы их ещё увидите у себя в подъезде. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok